В 2005 году инвестор-миллиардер Масаэ Сесон искал новый способ приумножить свое богатство. Несмотря на его 4,3 миллиарда долларов, не все идут на риск. Спасибо, что пришли сегодня. Для меня это честь. Давайте рассмотрим сделку, о которой мы говорили по телефону. Я знаю, вы сказали, что вам это неинтересно, но я считаю, что у каждого есть своя цена. Сэр, прежде чем вы ответите, я удвою ваш гонорар за управление до 50% и гонорар за работу в размере 30 и 3 миллиарда долларов моего собственного капитала для управления. Что вы на это скажете? Я просто торгую акциями в закрытой комнате и ничего не знаю о том, что происходит в мире. С моей стороны почти дерзко советовать кому-то, у кого гораздо больше жизненного опыта. Я выработал свой собственный стиль на основе опыта, и я не люблю зависеть от чужого мнения. По этой причине я не могу управлять вашим мнением, Масайоси-сан. Вы будете сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. БНФ сделал себе имя после сделки с Джейком в 2005 году. Все хотели получить от него кусочек. Он стал японской легендой, известный как Человек Джейком, но для БНФ это была всего лишь одна сделка. Чашка Рамена, аниме и проведение большей части своих дней в одиночестве в комнате дневной торговли. Заработав 2 миллиарда иен на одной сделке, БНФ чувствовал то же самое. Он просто хотел следующей сделки. Но по мере того, как он приспосабливался к своей новообретенной славе, надвигалась смертельная буря, поскольку на мировом рынке начали проявляться признаки медвежьего рынка, величайшего финансового пузыря в его жизни, который мог бы свести на нет размер его портфолио. Он знал, что он должен избавиться от шума. Он всегда делал это непрофессионально. Поскольку он не целовал кольцо людей щековыми книжками, БНФ организовал свою торговлю в крошечной квартирке. Его маленькая непрофессиональная установка отражала недоверие БНФ к системе. В 1986 году в Осаке, когда я рос, было то же самое. БНФ проводил большую часть своих дней внутри. Но потом с БНФ случилось благословение, которое перевернуло все его мировоззрение и заставило его поверить, что ты можешь перехитрить систему. В БНФ жил жизнью колледжа. Как и многие из вас он экспериментировал. Это была его жизненная цель. Роме, наниме, саке. Мало что изменилось, пока он однажды не наткнулся на один эпизод. В 1989 году японская телевизионная сеть NHK выпустила в эфир сериал из четырех частей о мире финансов. Первый эпизод которого назывался «Человек, потерявший 50 миллионов долларов». В эпизоде рассказывалось о легендарном менеджере хедж-фонда Викторе Нидерхофере. Виктор Нидерхофер был диким парнем. Он был отъявленным спекулянтом. Его фонд торговал опционами на индексные фьючерсы, и он был известен тем, что дважды продул свой фонд. После просмотра сериала, БНФ попался на крючок. БНФ был настолько вдохновлен документальным фильмом «Образ жизни и торговля», что основал свое торговое имя БНФ на Викторе Нидерхофере. Игра в трейдинг и свобода, которую она давала – это был образ жизни, о котором он всегда мечтал. Но в отличие от Виктора, БНФ родился не в условиях возможностей. В то время БНФ был бедным студентом колледжа. Он знал, что ему придется копить годами, чтобы даже просто начать, не говоря уже о получении прибыли. Ты что, издеваешься надо мной? Он ничего не знал о торговле. И он не такой, как вы. У него не было Ютуб. В 1990-е годы в Японии было очень мало учебников по трейдингу, не говоря уже о торговле с помощью компьютера. Об этом не было никакой информации. Несмотря на то, что шансы были против него, ничто в жизни не могло сравниться с волнением, которое он испытывал, когда думал о миллионах трейдеров. Графики пленили его. Он знал, что хочет стать дейтрейдером, несмотря ни на что. Поэтому в колледже он пошел работать. БНФ начал работать неполный рабочий день. Он работал по ночам, в будние дни и в выходные смены. Помимо арендной платы и рамена, он экономил столько, сколько мог. В перерывах между колледжем и работой он проводил каждую свободную минуту, разглядывая графики, и за дня в день изучая ценовое движение. Подобно медведю, изучающему течение перед следующим приемом пищи, БНФ изучал, как движутся акции. Изучал все ведущие акции японского индекса Nikkei. Со временем он начал определять значения и движения. В этом был какой-то поток. Чтобы компенсировать недостаток доступной информации, он полагался на построение собственных теорий о том, как работает рынок. Он пожертвовал всем своим временем. После двух лет работы и ежедневного составления графиков, этот момент настал. Живя скромно, он сумел накопить 16 тысяч долларов. Пришло время встретиться лицом к лицу с рынками. Молодой, голодный и дисциплинированный. БНФ с нетерпением торгует, чтобы заработать на жизнь. Но рынок, с которым он столкнулся, был неумолимым медвежьим рынком. Как вы знаете, в 2000 году мировой фондовый рынок только что пострадал от взрыва интернет-пузыря, он же пузырь даткомов. Но чего вы, возможно, не знаете, так это того, что Япония уже пережила огромный взрыв пузыря активов в 90-х годах. Это было известно японским экономистам как потерянное десятилетие, когда цены на активы упали более чем на 70%. Десятилетие ужасной экономической боли. Несмотря на изучение графиков в течение двух лет, БНФ начал терпеть первоначальные убытки. Однако, благодаря своему опыту, он быстро разработал стратегию, которая была простой, но блестящей. На медвежьем рынке общее настроение – это страх. Люди ненавидят проигрывать и считают, что позитивные подъемы маловероятны в краткосрочной перспективе, поэтому они недооценивают их вероятность. Его стратегия заключалась в противоположной торговле. БНФ обнаружил, что, когда трейдеры опасаются общего медвежьего рынка, они часто перепродают падающие акции, чтобы избежать боли от потерь. Или, как говорит БНФ, когда вы идете на краткосрочный отскок, вам следует сосредоточиться над дивергенцией скользящей средней. На медвежьем рынке 01 года я бы рассматривал акции, отклоняющиеся по крайней мере на 20% от 25-дневной скользящей средней. При этом 35% являются в некоторой степени безопасным уровнем для покупки. Тогда цена резко подскочила бы, и я закрыл бы сделку с прибылью. Но все было не так просто. Даже когда он наткнулся на это откровение, многие сделки БНФ были убыточными. Проигравших было больше, чем победителей. Было больно смотреть на то, как сокращаются его с трудом заработанные сбережения. Ему казалось, что некоторые секторы рынка были сложнее других. Несмотря на боль, он знал, что нереально ожидать успеха в одночасье. Вместо этого он решил сосредоточиться и удвоить усилия на анализы своих неудач. Исходя из изучения графиков проигрышей, БНФ понял, что его проигравшие неоднократно были одними и теми же секторами. И у каждого из них были разные повторяющиеся отклонения. Он пришел к выводу, что расхождения в процентах были разными для каждого сектора. Или в цитате БНФ из его старых двухканальных сообщений. Для акций сектора услуг диапазон отклонения от 25-дневной скользящей средней составлял от 22 до 30%. Для IT-акций после краха доткомов этот диапазон составлял от 25 до 45%. А для акций развивающихся стран от 28 до 60%. Применение разных цифр для каждого сектора позволило ему найти более широкие возможности для временного подъема. БНФ понял, что ему сначала нужно развить чувство сектора, прежде чем он сможет совершить сделку. С такой интенсивной сосредоточенностью он приносил больше выигрышей, чем убытков. Но к декабрю 2001 года медвежий рынок стал еще более безумным. Произошел массовый обвал центовых акций. Это выглядело как общерыночная распродажа в Черную пятницу. БНФ повсюду видел возможности отклонения на 20%. Это были компании с сильными брендами и часто ликвидными боевыми сундуками. Многие друзья БНФ, с которыми он познакомился на двух каналах, начали покупать акции. Это выглядело как идеальная возможность для покупки. Но инстинкты БНФ подсказывали ему, что есть проблема. Когда все продается в огне, разве это вообще распродажа? Значит, проходим мимо. Узнав, что в разных секторах есть разные точки отскока, сейчас это ничем не отличается. Вместо того, чтобы запасаться на распродажу, он сосредоточился только на крайних случаях. Акции упали значительно сильнее, чем в среднем по рынку. Акции приблизились к 65-процентному отклонению от 25-дневной скользящей средней. Он принял правильное решение. Все его акции восстановились всего через 1-2 дня. Многие из них подскочили на 50%, а некоторые даже удвоились после 2-3 торговых дней. Сохранение спокойствия и применение саморазвитого чувства рынка окупились. Если бы он покупал на типичных уровнях, как его друзья, его потери были бы катастрофическими. Вместо этого, к концу 2002 года, Би-Эн-Эф увеличил свой счет до миллиона долларов. Он стал великим медведем японских дейтрейдеров. Кайф был просто невероятным. Он наконец-то жил за счет своих сделок. Но затем с Би-Эн-Эф произошла трагедия, которая омрачила все его мировоззрение. Да, весь мир погрузился в массовую панику. Ты не ослышался. В этом и есть стратегия. В то время как весь мир был в восторге, Би-Эн-Эф испытывал стресс. Видишь ли, стратегия Би-Эн-Эф сработала только на медвежьем рынке. Ему нужны были яростные настроения. Но сейчас рынок перевернулся. Он столкнулся с совершенно другим противником. Чтобы продолжать зарабатывать на жизнь торговли, он должен был выяснить, как победить этот новый бычий рынок. И что еще хуже, так это то, что теперь у него действительно было немного денег. Он не хотел терять свою свободу. Чтобы быть уверенным, что он не потеряет свой счет, ему нужно было найти систему, которая минимизировала бы риск. Из своих прошлых сделок Би-Эн-Эф узнал о важности настроений рынка. Чтобы свести к минимуму свой риск, он решил, что не хочет бороться с бычьими настроениями. Вместо этого ему нужна была стратегия, которая приносила бы прибыль. Мы все знаем бычьи рынки. Пока вы держитесь, вы будете зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе. Но вы не можете торговать этим днем. Поэтому вместо того, чтобы держать акции в долгосрочной перспективе, используя свое понимание созависимости на японском рынке, Би-Эн-Эф нашел новый умный способ оседлать бычий бег. Когда рынок силен, основные компании, как правило, растут вместе с индексом. Как выяснил Би-Эн-Эф, основные компании не растут в одно и то же время. Они всегда отстают, и именно там он покупает. Он ездил на этих лагерах верхом, а затем продавал их через несколько дней или недель. Поскольку эти возможности появлялись не каждый день, его торговля превратилась в несколько сделок в месяц. Вместо того, чтобы пытаться форсировать свои сделки, он придерживался своей стратегии. Благодаря многолетнему опыту, Би-Эн-Эф стал рассматривать торговлю не как индивидуальное ценовое действие, а скорее как единую глобальную машину. Понимание взаимосвязи между отдельными частями этой машины и ее бесстрастной дисциплиной – вот в чем его гениальность. Эта стратегия позволила Би-Эн-Эф сохранить прибыльность в условиях бычьего бега. Его счет вырос на 10 миллионов за два года. И именно тогда события приняли странный оборот. Сейчас декабрь 2005 года. 9 утра, очередное утро на японской фондовой бирже. На рынках царит суматоха, так как за последние несколько месяцев различные новые технологические компании провели IPO на рынке. Трейдеры жаждали увидеть следующую компанию-единорога. Однако сегодня утром их взоры были прикованы к новой акции J-Com Holdings, которая стала публичной на развивающихся рынках. Через несколько минут началась паника. Би-Эн-Эф не мог поверить своим глазам. Похоже, что у J-Com произошло одно из самых больших падений акций в истории. Не будучи уверенными в том, что происходит, трейдеры не решались покупать. Опасения по поводу финансового мошенничества росли, и интернет начал сходить с ума по этой истории. Тем временем в компании Mizoha Securities мужчина опасался за свою жизнь. Он совершил невообразимую ошибку. Его работа состояла в том, чтобы продать одну акцию J-Com по цене 610 тысяч йен. Но вместо этого он продал 610 тысяч акций по одной йене каждая. После того, как она вышла в эфир, отменить ее было невозможно. К счастью, на японской бирже есть то, что вы называете лимитом роста и лимитом снижения, что означает, что существует ограничение на то, насколько акции могут двигаться вверх или вниз, чтобы предотвратить подобные ситуации с высокой волатильностью. Но этого было недостаточно. BNF действовал быстро. Через считанные минуты после инцидента он атаковал. Он купил 7100 акций по предельно низкой цене, что дало ему невероятные 49% акций компании. Он вложил в эту сделку половину объема своего счета. И его протяжа СИЗ присоединился к нему. Паника нарастала, и Mizoha Securities поняла, что они не смогут отменить свою сделку. В отчаянной попытке они попытались выкупить как можно больше акций. Но они были не единственными покупателями. К настоящему времени даже институциональные игроки пронюхали об этом. Все хотели получить свой кусочек. Цена начала стремительно расти по мере приближения закрытия рынка. Его протяжа СИЗ обналичивает свою прибыль. Он даже снял деньги с банка, опасаясь недостатков со стороны правительства. Но BNF этого не сделал. Вместо этого он оставался спокойным. Он решил пойти на просчитанный риск и продать лишь небольшое количество акций. За ночь BNF продал 6 тысяч акций. Неужели он потеряет половину своего счета? Или сколотит безбожное состояние? Для большинства трейдеров это была бы самая напряженная ночь в их жизни. Но BNF был спокоен. Для него дело было не в деньгах, это была игра. А его противник только что совершил огромную ошибку в движении. На следующее утро, когда на улицах была кровь, появились новости, что акции J.com остановились. Опасаясь юридических последствий, крупные институциональные игроки вернули свои акции и прибыль в Mizoha Securities. Но такие игроки, как BNF, отказались. По мере того, как шло время, а правительство не проявляло намерения вмешиваться, у Mizoha Securities оставалось только одно решение – мировое соглашение. Компания согласилась выкупить акции у трейдеров по ожидаемой утренней цене акций. Перед тем, как остановиться, эта начальная цена была установлена на невероятно высоком уровне в 975 йен. Общая прибыль BNF составила около 2 миллиардов долларов. Это одна из самых больших прибылей, когда-либо полученных дневным трейдером в спальне. Все хотели осветить эту историю. BNF стал известен в Японии как Человек-Джейком. Сообщества нишевых трейдеров начали поклоняться ему как богу. Он даже привлек внимание инвестора-миллиардера Масайоси Сона. Несмотря на высокий риск, BNF вышел на первое место. Теперь он достиг легендарного статуса. Он наконец-то обрел комфортный и размеренный образ жизни, занимаясь любимым делом. В одном из интервью, которое он дал в то время, он сказал, что ему не нравится снимать деньги со счета. «Видя физическую сумму наличных денег, я начинаю бояться того, сколько я ставлю на кон торгуя. Это делает меня еще худшим трейдером». BNF быстро понял, что он ненавидит всеобщее внимание. В то время как деньги давали ему комфортный образ жизни, он заметил, что у него нет мотивации тратить их на путешествия по миру или вести светский образ жизни. Он предпочел бы пропустить стаканчик в городе со своими друзьями. Трата денег только отняла у него любовь к торговле. Он заботился только об искусстве трейдинга. Пока BNF боролся за поддержание его скромного и комфортного образа жизни, ситуация изменилась. Рынки менялись. Знакомый шторм вернулся на горизонт. Но он и не подозревал, что это будет его самое сложное испытание на сегодняшний день. Когда BNF в очередной раз столкнулся с рождением нового медвежьего рынка, он обнаружил, что возвращается к своим корням, возвращаясь к той же старой стратегии. В японских новостях даже освещали разрушающуюся банковскую систему США. Это было глобальное событие, но BNF изучал его уже несколько месяцев. 13 сентября 2008 года BNF сделал аналогичную ставку с J-ком, и он вложил 6,5 миллионов долларов в акции Lehman Brothers. Акции Lehman в том году упали на 73%. Видите ли, японские банки были безопасными и скучными. А это был четвертый по величине инвестиционный банк в Америке. У него была хорошая репутация. Для BNF отскок был неизбежен. Но он допустил критическую ошибку. BNF недооценил уровень коррупции в банковской системе США. Даже несмотря на то, что она соответствовала всем целям его стратегии – отклонения от медвежьего рынка, он не знал рынок США. Он не изучал его так, как потратил годы на изучение японских акций, и фундаментальные показатели были неверными. Он нарушил свое собственное золотое правило. Его 6,5 миллионов долларов в одночасье обнулились. После того, как он перенес такую болезненную потерю, BNF поклялся, что никогда больше не будет торговать на рынках США. Но буря еще не закончилась. Обвал рынка жилья в США привел к глобальному краху финансовой системы. Для трейдеров медвежьего рынка, таких как BNF, когда на улицах льется кровь, самое время идти на убийство. 10 октября 2008 года он почувствовал запах крови. Мировая финансовая система рушилась. Японские рынки сильно пострадали, и индекс Nikkei 225 не стал исключением. Индекс Nikkei упал, BNF увидел возможность для отскока, поэтому он купился на это, следуя своим старым принципам. Но рынки продолжали двигаться против него. Когда рынок закрылся, ему предстояло принять решение, должен ли он сократить свои убытки или придержать их на ночь. Зная, что точная установка работала на него в прошлом, BNF решил удержаться. Но ситуация на рынках Японии стала еще хуже. В 2008 году Япония была одной из наиболее пострадавших стран. В связи с глобальным финансовым крахом люди покупали намного меньше потребительских товаров, а в то время Япония перестроила свою экономику на основе экспорта и открытости торговли. 90% японского экспорта составляли промышленные поставки. Хотя большая его часть шла в Азию, он использовался для западных товаров, что сильно ударило по спросу. Кроме того, Япония повышала открытость своей торговли. Хотя это и помогло Японии выбраться из токфляции в 90-х годах, это также означало, что теперь они более подвержены потрясениям на фондовом рынке. На следующее утро БНФ проснулся ни с чем, кроме красных цифр. Его старые целевые показатели отклонения, казалось, больше не работали. Индекс продолжал падать. БНФ переживал полосу неудач, приближаясь к еще большим потерям. В то время как большинство трейдеров пошли бы на риск и предприняли отчаянные попытки возместить свои убытки, БНФ сохранял спокойствие. Он нашел в себе дисциплину, чтобы сократить свои проигрыши. Но после проигрыша Лимон хиты начали накапливаться. Ему пришлось вернуться к чертежной доске. Никто не может определить время достижения дна. Иначе мы все были бы богаты. Его стратегия постепенного увеличения размера позиций, основанная на отклонениях 25-дневной скользящей средней и дифференциации по секторам, всегда работала. И после тщательного анализа рынка он почувствовал, что сейчас не должно быть ничего другого. Однако с годами он заметил, что его целевые показатели отклонения устарели. Рынки выросли, и восстановление в японских секторах стало более быстрым. Поэтому он пересчитал свои целевые показатели отклонения по секторам индекса Nikkei. 27 октября индекс Nikkei упал. БНФ пошел на очередной отскок. Рынок отказался с ним работать. Индекс Nikkei продолжал падать. С течением времени вес его сделок становился все тяжелее. Просмотр аниме, чтобы успокоить свой разум, больше не помогал. Неужели ему стало слишком комфортно? Тем временем, по мере того, как рынки повсюду реагируют, наступает конец финансовым бедам Америки. Рынки от Азии до Европы делают все возможное, чтобы понедельник не превратился из темного в черный. Азии до Европы По этой причине я не могу управлять вашим послушанием, Масаю Ши-сан. В тот день он понял, что его величие проистекает не из его стратегий. Оно проистекает из его способности отключаться от шума, а также от его дисциплины, которая помогла ему развить собственное понимание рынка. Биэнэф твердо стоял на своем. Вместо того, чтобы сомневаться в себе и собственном опыте, Биэнэф удвоил свою торговую стратегию. Поскольку позиция продолжала двигаться против него, в течение всего утра Биэнэф начал активно покупать. Биэнэф начал занимать диверсифицированные позиции и многие наиболее пострадавшие компании, которые сформировали Никей. Его общий размер позиций вырос до 64,8 миллиона долларов с позициями в более чем 90 компаниях, в то время как индекс Никей упал ниже 7 тысяч долларов. После закрытия токийской биржи на обед, правила игры изменились. Пара ведущих компаний начала расти, постепенно возвращая Никей вверх. По мере того, как Никей рос, положительная цепная реакция начала распространяться на другие позиции Биэнэф еще до закрытия рынка. Веря в свое понимание рынков, Биэнэф решил удержать свою позицию на ночь. На следующее утро рынок продолжил расти. И именно тогда Биэнэф решил начать снижаться до своей позиции. Его сделка принесла ему прибыль в размере более 12 миллионов долларов. Биэнэф вновь обрел свой божественный статус. Он снова стал богом среди японских трейдеров. За последние несколько лет Биэнэф диверсифицировал свой портфель. Он купил два здания коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость, как правило, имеет долгосрочных арендаторов, и это предлагает большие льготы по снижению налогов. Недвижимость, как правило, отличное место, чтобы извлечь выгоду во время роста инфляции. Он продал один из своих объектов недвижимости, но, похоже, придерживался своего основного направления – торговли. Без каких-либо признаков изменения своего образа жизни и своего богоподобного роста Биэнэф стремится стать первым в мире миллиардером-дэйтрейдером с медвежьей спальней.